Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятиструнам псалтири с песней в ушлих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле к руку Твоей возрасту. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы снова с вами продолжаем изучать псалтири, и сегодня поговорим о 96-м псалме. 96-й псалом имеет преднаписание. «Псалом Давиду, их до земля его устроявшийся, не надписан у евреев 96». Ну, мы уже с вами говорили о том, что некоторые псалмы не надписаны были у евреев, но 70 толковников их написали, сделали преднаписание, исходя из того смысла, который несет псалом. И в этом псалме говорится о первом и втором пришествии Христовом на землю, о воцарении Христа во всей вселенной, о его Боговоплощении и, конечно же, спасении рода человеческого. Псалом считается пророческим, мессианским, и мы уже говорили, что и предыдущий псалом мессианский, и, кстати, он заканчивался также словами, которые возвещали о первом и втором пришествии Христовом. И здесь развивается в данном псалме та же мысль, и псалом очень глубокий и очень красивый. Господь воцарится, да радуется земля, да веселятся острови Мнози. Господь воцарится, конечно, да радуется земля. О радости возвещает нам Церковь Христова, начиная с момента пришествия Христова на землю. Возвещают ангелы, которые говорят о мире и радости, которые Христос приносит на эту землю. Да веселятся острови. Что такое острови? Острови — это, конечно же, храмы Божии, которые омываются волнами этого житейского моря, и которые являются спасительным местом для многих людей. Островами также святые отцы называют и души праведных людей, которые также испытывают разные житейские бури, которые волнами наступают на души человеческие, и человек таким образом, конечно, находится в борьбе. Но Господь воцарися, и именем Господнем побеждается всякое испытание, с которым сталкивается человек на земле. Человек может преодолевать большие трудности, если он будет обращаться к Господу. И поэтому все, с чем бы он ни столкнулся, это дает ему повод радоваться, что у него есть тот, который никогда его не оставит, но всегда будет ему помощником в несении его жизненного креста. «Облак и мрак окрест его, правда и судьба исправления престола его». «Облак и мрак окрест его». Конечно, очень глубокие слова здесь говорит псалмопевец Давид. Что же за облак и мрак? За облаками и мраком мы ничего не видим. Скрывается тайной. Вот когда мы видим такое небо облачное, думаешь, все настолько темно и мрачно здесь на земле, но когда ты на самолете поднимаешься выше облака этого и выше этих облаков, то тогда перед тобой открывается красивое небо, светящееся солнце, и там как будто другая, иная жизнь. Вот здесь такое очень сравнение глубокое дает псалмопевец Давид. Что такое облак и мрак? Что же скрывается перед нами в духовной жизни? Господь сокрыл свое божество через плод человеческий. Вот оно, это облако и мрак. Мы не можем постигнуть до конца нашего Господа. Мы не можем подняться ни на каком самолете, ни на каком даже космическом корабле, там, где бы открылась сущность самого Бога. Для нас это, конечно, закрыто. Но то, что открыто для нас, то об этом дальше и говорит псалмопевец Давид. Правда и судьба исправления престола его. Утверждается престол самого Господа через правду и суд. И здесь вот сначала псалмопевец Давид говорит о воцарении, о пришествии Христа на землю. Но тут же уже и говорит о том, что же ждет человека после этого пришествия. Ждет суд, потому что через это утверждается правда Божия, и через это утверждается престол его. На чем и держится это основание? На правде и суде, который, конечно, будет обязательно давать, ну, мы можем говорить современным языком оценку, человеку и праведному, и человеку, который жил не по правде Божией. «Огнь пред ним предидет, и попалит окрест враги его». Ну, конечно, если мы говорим о врагах, то врагами называем тех, кто не принял Господа, тех, кто служит врагу рода человеческого и являются его последователями. Они являются врагами Божьими, они окрест Господа находятся. Но «огонь пред ними предидет». И эти слова тоже очень глубокие, они сочетаются и со Священным Писанием Нового Завета. Мы знаем, что перед концом земля огню блюдома. И об этом огне говорится, и о огненной реке говорится в Ветхом Завете. Поэтому действительно этот огонь будет огнем очищения. И попалит окрест враги его, то есть попалит, испепелит тех врагов, которые вокруг Господа. А вот потом будет суд, будет новая земля, и будет новое небо. Но перед этим судом, конечно, будет явление Христово. Он придет судить. И он придет судить видимым совершенно образом. Так что никто не будет утаен, и ни он не будет утаен с любого места нашей Земли и Вселенной. Освятише молнии его Вселенную в виде и подвижися земля. Конечно же, мы говорим уже о новой земле. Если здесь подвижися, изменится земля, то она изменится уже в то состояние святого и постоянного. Будет новое небо и будет новая земля. Мы говорили с вами только что словам апостола Павла. Но о святише молнии и Вселенной об этом также говорит, что пришествие его будет как молния от востока до запада, сверкающая и везде видна. Так и Христос придет, озветив праведные, говорит нам святые отцы. Потому что почему Господь явится в виде молнии? Потому что солнце уже померкнет, светила небесные упадут. И будет все изменено в этой природе. И нечем будет осветить. И вот Господь осветит, Он как молния придет, Он собой осветит и озарит лица праведных. И этот суд будет уже не в темном каком-то состоянии, а в полном озарении божественного света. Горы, як воск, растаешь от лица Господня, от лица Господа, всея земли. Горами называются врага рода человеческого. Они растают, як воск, потому что на суде, который Господь будет производить, там все поклонятся Ему. И о Господе мы говорили в одном из псалмов, что Он будет судить не только человека, Он будет судить и человека, Он будет судить и ангелов, Он будет судить и демонов. Здесь все будут подлежать суду. И очень хорошо поделились в этой оцене, сказали, что Господь будет судить и христиан, и неверных, и ангелов, и демонов. То есть каждый несет свое послушание перед Господом, и каждый за свое послушание будет, как свободное существо, отвечать. Человек, конечно же, за то, как он проводил свою жизнь, ангелы так, как они помогали и спасали человека. Ну а демоны за те, как святые отцы говорят, тяжелейшие испытания, искушения, которые они накладывали на человека, дабы увести человека от правды Божьей и от спасения. Вот, поэтому их сравнится по их высокомерию, надменности, по их бесплодию, как говорят святые отцы, на горах много не растет. Вот, горы, як воск растаеша от лица Господня, от лица Господа всея земли. И, опять-таки, вот подчеркивается постоянно слава Божия, что Бог наш — это истинный Бог. И это очень важно понять, особенно в наше время, когда какие-то есть толерантные такие мысли о том, да, ой, вот там вот и у одних тоже Бог, и у других Бог — это один Бог, только разные имена. Боги их судьбе, предупреждает псалмопевец Давид. А наш Бог, он истинный Бог. Это Бог, который является Творцом всея земли, Господь всея земли. Наш Бог — истинный, поэтому не надо истину смешивать с теми человеческими вымыслами или домыслами, которые существуют в нашей жизни. Но мы должны четко идти за нашим Богом. И вот очень часто мысль, которая возвращается псалмопевец Давид, не один раз, значит, она очень важная мысль. И мы должны просто на ней сакцентировать и запомнить, что наш Бог — это истинный Бог. Он — Творец всей земли. И мы должны идти вслед за Ним и исполнять то, что Он нам повелевает. «Возвестише небеса правду Его, и видеше все люди славу Его». Ну, какие небеса возвестили правду Его? Конечно, мы будем говорить о небе и говорить все то, что пришло нам познание, оно пришло с Богом. Бога — откровение. Священное Писание — это божественное откровение. И все дела, которые Господь совершил здесь на земле и записано в Священном Писании, это слово Бога, которое обращается к нам, чтобы возвестить нам путь нашего спасения. И возвестише небеса правду Его. Но а как земля узнала об этой правде? Ведь Господь проповедовал только в одном месте. А вся земля, вся вселенная знает эту правду, а знает лишь только потому, что пошли святые апостолы и проповедовали по всей вселенной о спасительном пути нашего Господа, о тех чудесах, которые Он совершил, о Его божественном служении, о Его страдании, о Его смерти и воскресении. Конечно, здесь все святые отцы говорят, что небесами называют святых апостолов, которые пошли и возвестили правду о нашем Господу. «И видишь, и все люди славу Его». То есть все люди узнали о Господа и стали прославлять Его. «Да постыдятся все кланяющие истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь ему все ангели Его». Ну, опять-таки, такая глубочайшая мысль, конечно, здесь закладывается псалмопевцем Давидову. Он говорит, постыдитесь вы, которые не верите в Господа. Кому вы кланяетесь? Истуканам вы хвалитесь о идолах своих. Кто они такие? Они суть творения рук человеческих. Они не несут в себе ничего, кроме тех страстей, которые вы им даете и с которыми они соглашаются. Поэтому нет никакой в этом пользы. Посмотрите на нашего Бога. А нашему Богу поклонитесь ему все ангели Его. Ангели и поклонились, и служили Ему, и служат по сей день. И мы, читая Священное Писание, знаем и во время Рождества явления ангелов, и после искушения, после сорокадневной горы, после сорока дней поста, как враг рода человеческого искушал его, и потом приступили к нему ангели и служили Ему. Ангелы служат Богу и поклоняются Ему. И вы хотите удостоиться чести ангельской, говорит псалмопевец Давид, так вы поклоняетесь истинному Богу нашему. И тогда это поклонение возводит вас до служения ангельского. Вот такая высота, опять-таки, предлагается человеку. И многие святыцы говорят о том, что если ангелы кланяются Богу, то тем паче и мы должны служить таким же образом нашему Богу. И это поклонение, оно свидетельствует о том, что не ангелам мы должны кланяться, а мы должны кланяться нашему Богу, потому что и ангелы тоже высылают Ему свое словословие через поклонение Господу. «Слышай и возвеселись, Сион, и возрадовавшись, черри иудейские». Судеб ради твоей Господи. «Слышай и возвеселись, Сион, и возрадовавшись, черри иудейские». Конечно же, Сионом называется церковь, вселенская церковь. И если говорить о черри иудейской, в этом понимании также храмы, но уже церкви такие поместные, поместные церкви. Но некоторые говорят, святыцы, что если уже Сионом здесь называют, «слышай и возвеселись, Сион,» — это церковь, а «возрадовавшись, черри иудейские» — это души праведных людей, которые служат Богу. «Судов ради твоей Господи». Господь, конечно, «слыша и возвеселись», вот всегда сопровождает верующего человека великая радость. Радость о духовном служении, радость о служении Бога. То есть верующий человек, он не унывает. Почему апостол Павел говорит такие слова? «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, и за все благодарите». То есть у верующего человека, у него постоянные радости, веселья в душе. И он благодарен Богу, потому что так Господь устроил, что он оградил своей особой заботой человека. «Як ты, Господь, Вышний над всею землею, зело превознеслося над всеми Боги». То есть опять-таки очень хорошо показывается. «Як ты, Господь, Вышний над всей землею». Опять псалмопевец Давид повторяет нам, что наш Бог истинный, он выше, он вознесся над всей вселенной, он ее сижал кровью своей. Кроме Творца и Вселенной, он еще и потрудился, чтобы искупить весь род человеческий через свою кровь. Поэтому он над всеми, он выше всех, и он над всеми, как говорит Боги, над всеми Боги. «Превознеслося над всеми Боги». Не раз обращается псалмопевец с этой мыслью и, конечно, призывает нас к верности Богу, с чего и начинается служение всякого человека. Не случайно. Первая заповедь. «Аз, есть Господь Бог твой, да не будет тебе других богов, кроме меня». И вот эта верность Богу, она постоянно подчеркивается в псалме и не один раз. «Любящий Господь, ненавидите злая, хранить Господь души преподобных своих, из руки грешничий избавит я». «Любящий Господа, ненавидите злая». Действительно, тот, кто любит Бога до конца, он не может творить зло, не может из одного источника течь и сладкая, и горькая вода. Поэтому тот, кто идет за Господом, он всячески стремится делать дела добрые и никогда не прикасается ни к какому злому и всячески избегает зла. «Хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничий избавит я». То есть особая забота и попечение Господа о тех, кто живет праведной жизнью и тот, кто служит Господу. И тогда Господь защищает такого человека, Он избавляет его от врагов, которые и видимых, и невидимых, конечно, безусловно, которые хотят причинить ему немалое зло. «Свет во сия праведнику и правым сердцем веселье». «Свет во сия праведнику и правым сердцем веселье». Опять-таки, очень тоже глубокие слова мы говорили о том, что Господь призывает человека к радости, но а как радоваться человеку, который не приобщился к духовному миру, он не может радоваться. У человека, который живет без Бога, у него постоянное уныние, отчаяние, у него не слезы покаяния, а слезы разочарования, слезы какой-то безысходности в этом мире. И только человек верующий по-настоящему может радоваться, может благодарить Господа за все. Всегда радуйтесь, непрестанно благодарите, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть, это девиз каждого верующего человека. И вот этой радостью, внутренней радостью, Господь наделяет человека, который бегает все злое, как в предыдущем стихе сказал, и который не творит этого зла, и который творит дела любви. Такой человек любит Бога, и такого человека Господь наделяет радостью. Но не только радостью наделяет. Светом воссия праведнику. То есть, Господь не только дает некий свет, некий такой путь, или освещает путь праведного человека, но и праведный человек, он сам светится. Мы с вами тоже говорили об этом в наших толкованиях, о том, что праведный человек, он озаряется светом. И когда он исповедуется, и когда он очищает себя, и делает дела добрые, лицо его светится. Светится, как лицо праведника. И мы даже в нашей жизни современной таких людей тоже видим, которые живут высокой духовной жизнью. От их лица невозможно оторваться, потому что есть свечение, есть тепло, есть такое вот какое-то внутреннее духовное притяжение. То есть, люди совершенно озаренные, озаренные этим божественным светом, и они несут этот свет в себе. Поэтому радость и вот такое благодатное свечение, оно присутствует у человека святого и у человека праведного. Веселитесь, праведные Господи, и исповедуйте память святыни Его. Ну вот, здесь опять говорит псалмопевец Давид нам, что нам необходимо исповедовать память святыни Его, исповедовать это, прославлять, конечно же, святыню и святость, которую Господь принес в этот мир через те добрые дела, через исполнение заповедей Божьих, которым он нас призывает. Ну и, конечно, исповедание, это и исповедь грехов своих. Без нее невозможно человеку очиститься, осветиться, и, конечно, веселиться. Праведник о Господе. Веселитесь, праведнее о Господе. То есть, человек, который о Господе не может веселиться, или сетует, ропщет, то такой человек неправедный. Но именно только праведные могут веселиться о Господу. Но, опять-таки, чтобы это веселье было полным и полноценным таким, необходимо исповедовать память святыни Его. То есть, исповедоваться перед Господом, очищать себя, и тогда это веселье и радость, оно будет возвращаться к тебе. Так как и легкость, наверное, вот такая действительно внутренняя легкость, радость в душе человека рождается, тогда, когда он приступает к таинству исповеди. И приходит человек грешный, приходит опремененный многими неправильными поступками, согбенный от тяжести этого греха. И когда исповедуется по-настоящему, со слезою, конечно же, то священник читает над ним молитву, и после исповеди человек отходит совершенно другой, обновленный, с легкостью, рассказывая о том, что он даже не чувствует под собой земли, как будто его какая-то сила поднимает над этой землей, он не чувствует своего веса, будь он большой или маленький, все равно ты его не чувствуешь, потому что Господь тебе дает легкость, а легкость — это обновление, то есть ты становишься совершенно другим человеком. От этого у тебя радость и веселье, и благодарность Богу, что снят с тебя этот груз греха, и ты уже приобщаешься к совершенно другому состоянию. Поэтому это состояние называется состоянием праведности. И эта праведность, она дает тебе внутреннюю красоту и возможность чисто словословить Бога. Тоже удивительный, замечательный псалом, исполненный, конечно, пророчеств различных и пришествия Господа на землю, и в то же время показывает нам, что если Господь пришел на землю, то Он проявляет особую заботу, чтобы наша жизнь здесь, на земле, также была наполнена и легкостью, и радостью, и весельем, и светом. То есть Господь призывает нас к более благодатному служению, служению, которое наполнит эту жизнь тоже радостью, а не той скорбью и печалью, которым мы живем повседневно. Но, конечно, никогда не нужно забывать о Его втором пришествии. Оно будет, и Господь очень хорошо говорит, Псаломопевец Давид, то, что Он во всей правде Своей будет судить человечество, потому что престол Его утверждается через правду и суд, правда и судьба исправления престола Его. Поэтому Господь, конечно, каждого будет судить по тем делам и поступкам, которые Он совершил. Была проповедь апостольская, было, конечно, открыто нам спасение, которое Господь удостоил эту землю, и не раз Псаломопевец Давид призвал о том, чтобы мы должны с вами поклоняться нашему Богу, истинному Богу, но не поклоняться идолам и истуканам, потому что нашему Богу ангели поклоняются. И вы хотите подняться до высот ангельских, значит, и вы стремитесь к поклонению ангельскому. Вот такой удивительный, замечательный Псалом сегодня мы с вами разобрали, разобрали, поговорили о Нем, насколько нам позволило время. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся, и Бог даст до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok